Открылся нам, не вопрошавшим, ты дал найти себя неискавшим во Христе. И теперь мы, некогда бывшие, далеко стали близки к крови. И не просто близки, но стали одно с тобой. Мы знаем, Господь, что этот временный путь наш, в нем столько ответственности и возможности, определяющие всю нашу вечную судьбу дальше. Поэтому молимся, чтобы нам не обойти ни одно событие, которое ты для нас приготовил, и пройти все процессы, которые мы должны, необходимо пройти, чтобы исполнить твою волю и войти в город воротами. Как твои победители, слава тебе, Ишуа, сын живого Бога, умерший и воскресший, наше оправдание, наше знамя, наш мир, наш апостол и наш первосвященник. Слава тебе. Аминь. 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 Для того, чтобы понимать некоторые проповеди, нужен определенный склад ума. И вот этот элемент, мистический элемент, потому что мистерия – это тайна, это не дьявол. Мистика – это не дьявол, как считают верующие. Ой, мистическое, демоническое, одно и то же все. Нет, мистическое – это что-то скрытое, запрятанное, еще не открытое. Так вот, для того, чтобы понимать, нужно иметь мистический склад ума. То есть, читая Библию, мы видим много мистики. Кто-то кого-то взял, куда-то поднял, что-то показал, где это все происходило – неизвестно. И я заметил, что для того, чтобы правильно понимать и принимать пророческое откровение, потому что есть учение просто, любой человек, который верующий, читал Библию, он может взять какую-то тему и проповедовать о ней без проблем. Это будет просто правильное учение. Но я заметил, что если мы все оцениваем только с этой точки зрения, а как это вообще… есть ли подтверждение в слове? Вот мы говорили, у кого все по слову. А ну-ка, подтвердите местом Писания. То мы можем пропустить очень много Божьего. Почему? И я вот пришел к такому выводу, что правильно испытывать и различать, соответствует ли что-либо не букве Писания, а духу Писания. Это большая разница. Потому что дьявол букву хорошо знает и мастерски может ею водить нас за нос. Местами Писания. И чуть-чуть искажая их. А мы же еще не совершенно знаем Писание, чтобы прямо различить. Но когда мы читаем Библию, вновь и вновь, почему без вот этого не обойтись? То есть пропуская через себя вновь и вновь Библию, я начал замечать, что я различаю дух Писания, то есть дух Бога. И хотя это может противоречить какому-то написанному… Ну, опять же, противоречить в мозгах моих. Потому что я так понимаю или меня так научили. Это не значит, что это именно так. Но дух, если я чувствую, что дух Божий за этим стоит, я не то, что глотаю, не разобрав, но, по крайней мере, я начинаю с этим на это смотреть, размышлять об этих откровениях. Так вот, букву сатана может хитро и ловко использовать, но дух подделать он не в состоянии. Дьявол не может подделать дух Божий. И если можно слушать проповедь, где будет все по слову, много мисписаний, а ты чувствуешь, что дух нечистый за этим стоит. Что человек движим духом каким-то, религиозным, контролем, манипуляцией, колдовства, использует местописание, чтобы задавить человека. Но когда я знаю дух Божий, я могу слушать местописание и понимать, это не Господь сейчас говорит. Это просто или манипуляции, или какие-то демонические вещи. Итак, во вторник на молитве я видел видение. Видение, можно доступ, Коля? Николай, молодец, все записывает, все фиксирует. Потому что не надейся на разум свой написано. Я увидел видение. Для чего нам даются видения? Видение, которое мы видим в духе, не означает, что именно так все на самом деле в духовном мире. Это образ, необходимый для того, чтобы наш разум на что-то оперся, чтобы получить откровение. То есть, если я вижу там какой-то меч такой огненный, это не означает, что он именно такой. Вот я приду в вечность и увижу, ой, я его видел. Образы необходимы нашему разуму. Потому что бывает что-то такое, когда мимо разума идет, ты что-то такое. Что? Я не знаю, как объяснить. Меня распирает. И толку от этого мало. Ты не понял, что распирает, для чего. И тем более другим не можешь дать. Поэтому иногда нам показываются образы, для того, чтобы наш разум, как точка опоры, на что-то оперся и потом уже получал духовные откровения. И я увидел эту звезду Мелхиседека, так называемую. Так называемую. То есть, это не значит, что Иисус ходит с такой звездой на небе. Но каким-то образом вот было открыто многим людям по разным частям мира, что она выглядит вот так вот. Я вот нарисую. То есть, как два таких квадрата, восьмиконечная звезда, его печать. Я не думаю, что опять же, войдя в небеса вечность, мы будем видеть эту звезду там на храме каком-нибудь. О, вот там Мелхиседек живет. Это я знаю. Это образ небесного. Потому что небесный мир, он не трехмерный. И не четырехмерный. Он много-много мерный. И нашему разуму невозможно понять, потому что мы живем в трехмерном мире, и мы все хотим понимать вот отсюда. И из-за немощи нашей нам дает Бог какие-то образы, там гол, ореол. Иисус же написано, агнец и лев, но он же не ягненок. Он же не ходит, как баранчик такой волосатый, такой бегает там. И как лев он не ходит такой вот с гривой, с хвостом. Но эти образы помогают нам сфокусироваться на Господе и через этот элемент получать откровение. Понимаете? Но в духе Иисус и агнец и лев одновременно в этом мире это невозможно. Это мутант, страшилище, какое-то чудовище будет, если скрестить льва и ягненка. Притом он еще, у него лицо как солнце, из уст меч обоюдоострый. Вот если просто взять по книге Откровения, попытаться нарисовать Иисуса, получится чудовище морское. Ну что-то страшное тут, огонь идет, здесь меч, все шумит, все горит. Потому что это образы просто, еще раз повторю, данные. Поэтому, когда я буду говорить за эту звезду, я не призываю, что давайте все эту звезду теперь распечатаем и будем носить на лбу. Или татуировку сейчас сделайте. Это образ. Итак, я увидел эту звезду. Мы просто молились, вот как обычно, там на улице, молитва идет во вторник. И я вижу эту звезду, она горит, вот просто как на темном ночном небе появляется. И Бог обращает мое внимание на все вот эти изгибы. Видите, она не прямая, она вся, вся вот такая вот. То есть в разрез с прямой, то есть вот прямая, да. Ну она у меня не очень прямая. То есть прямая линия, где нет никаких углов, никаких преломлений, никаких изменений курса. То есть там просто вот она идет в бесконечность. И вы знаете, что две прямые никогда не пересекаются, параллельные. То есть вот она ни с кем не пересекается, ровная такая, ровная. Здесь же все вот, вот видите, перекручено. Опять же говорю, мистический. Мистический. Вот сейчас надо духом это слушать. И я увидел, что, ну возьмем этот образ как символ священства по чину Мелхиседека. Вот эту мы аббревиатуру вводим, чтобы не писать эти длинные слова. Священство по чину Мелхиседека. Это тайна тайн. Кто такой, что такое священство по чину Мелхиседека? Очень важно. Смотрите, прочитаем за него. Давайте. В «Евреям». Послание к «Евреям». Смотрите. Седьмая голова. «Ибо Мелхиседек царь Салима». Вот она, мистика начинается. Священник Бога Всевышнего. Еще нету ни Моисея, ни Израиля нету. Ни Скиния нету. То есть нету ничего. Есть Авраам. И вдруг священник Бога Всевышнего выходит. Откуда он взялся? Что это за священник? Какой динаминации он, скажите? Если там за этого, ну Израиль все поняла. Иудеи мы, иудеи. Мы чтим вот заветы, заповеди. Нам Господь дал через Моисея. Здесь же непонятно, не описано и не показано. Но дальше чуть-чуть яснее станет. Священник Бога Всевышнего. То есть царь Иерусалима уже тогда был священником Бога Всевышнего. Знаете, когда мы спустились под землю в Иерусалиме, ну вот вниз мы спустились, там есть за отдельную плату, по-моему, 20 шекелей, или 120, не помню, не, наверное, 20, спускаешься под землю глубоко, и там ты можешь ходить и смотреть экскурсии. Так вот, под землей глубоко разрыли основания, там конца не могут найти. Там, знаете, что эти мегалиты? То есть эти глыбы по 100 тонн и больше, из них построено. И там есть места, где раскопано, и можешь заглянуть, там этажей 5, дом еще идет вниз, вот эти идут, идут, идут блоки огромные, неизвестно, какими механизмами их можно было поднимать, вытачивать, привозить туда. И их можно потрогать, фотографируешь, просто идешь и смотришь, думаешь, вот это махины, вот так подогнаны. И там на самом деле непонятно, сколько еще можно откопать вниз, что это было. То есть то, что Иерусалим – это древнейший на земле город. И еще задолго до Израиля он уже существовал, этот город. И там находился царь, священник Бога Всевышнего, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени, вот какие-то мистерии, откуда он это все знал, что надо так делать. Не все лежит на поверхности. По знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. И вот о нем писано, без отца и без матери. Кто это такой? Кто? Неверующие, которые могут послушать, сказать, очень похоже на вот этих инопланетян. Вот что в Египте рисуют, там большие такие с головами собак, кошек, знаете, вот такие какие-то. Без отца, без матери, без родословия. Никто не знал, откуда он, иными словами, взялся. Не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. У-у-у! Уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Я чуть-чуть Дмитрия книжечку вот подарили мне о священстве, тоже почитал. Я не думаю, это Иисус. Дима тоже это пишет. Я не думаю, что это Иисус, потому что Иисус стал священником по его чину. Но здесь важно вот что сейчас. Прибывает священником навсегда, навеки. То есть священство починул Милхиседека вечное. Оно будет продолжаться и после того, как земли не станет. И после того, как мы войдем в вечность, уже разрешимся этой земной жизнью наконец-то. Полной изломов, кривизм, потрясений разных, то мы войдем, я верю, не все, не все, но те, которые победителя ведут, они станут священниками по чину Милхиседека с ним и будут священодействовать вовеки. Потому что левицкое, оно не будет вечности. это тень, тень вечного. Ну, об этом вот эти главы евреям очень много описывают. Так, что я увидел? Я увидел, что все вот эти изломы, вот эти углы, то есть все, что формирует эту звезду, потому что если бы мы были ровными и прямыми, мы бы никогда не получили вот этого. То есть, если моя жизнь, вот как вот хочется человеку ровненько, чтобы не было никаких у меня потрясений в жизни, проблем не было, переломов, чтобы не было. Когда ломаешь кости, я ломал почему-то много раз, и уже понимаю, что это тоже в этом есть промысел Божий. Господь не хочет, чтобы ты ломал чего-нибудь. Плохо вы знаете Господа. Иаков боролся с ангелом, и тот ему... Слава знает, что такое бедро поврежденное. Не очень, правда, жить? Ну, такое как бы... Я вот сейчас шел, ребят, встречать в аэропорт, и я иду такой, ну, налегке такой, чуть-чуть как бы даже быстренько, потому что холодно. И я вспоминаю, что последний раз, когда я шел в аэропорт, у меня жутко болело колено, а мне лететь в Москву и ходить там три дня, ходить, молиться, и потом еще в Липецк ехать, и там служение несколько дней. И я помню, что иду с этой... И понимаю, что мне больно ходить. И вдруг вспоминаю потом, вот я этого Иакова, думаю, вот оно, это не очень приятно. И я говорю, Господи, ну я уповаю на Тебя, что у меня остается? Ехать в Москву, где надо ходить по 30, там и больше километров в день. И ходили. Она болела, но мы ходили, то есть я как-то нормально. Только выехали из Москвы, не молился никто. Она раз и перестала болеть. У всего есть причины. Как еще это назвать иными словами? Просто так начала болеть, и просто так перестала. Итак, углы звезды, то есть все, что формирует звезду, это наши жизненные изломы. Именно они создают священство по чину наухи Садека. Если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа земную, то там были и такие триумфы, когда толпы шли за ним, когда он воскрешал мертвых, девочку, Лазаря, когда кормил тысячи людей маленьким количеством, когда осанны ему кричали и постелали свои одежды. И он ехал. То есть были такие моменты, но были и моменты предательства, самого жестокого, близкими самыми, теми, кто клялся, кто говорил, да я умру за тебя, отрекались. Избиение, оплевание, свой же народ пришел к своим, свои не приняли. Меня били в доме любящих меня. Он все это прошел, все эти переломы, перепады, и в конце концов он написано стал священником, он им не был до того, как прошел земную жизнь. Стал священником. Представляете, какая в этом вечная тайна. Зачем все это нужно? То есть, если бы Иисус пришел и прожил просто ровную такую жизнь, ничего не было там ни хорошего, ни плохого особо. Тихонечко там пас, козлят, всю жизнь молился. Чтоб мы не увидели никогда священника, починенного Хисадека, который вознесен выше всех и перед которым все поклонятся. Этих изломов и пересечений в жизни будет немало. Ни один изломчик. Некоторые из них приятные. Вспомните моменты, когда вы были потрясены приятно. Там, рождение ребенка, ну, не знаю, свадьба. Прощают тебе долг. Выздоровел ты или твой близкий от какой-то болезни. То есть, что-то вот такие потрясения, ты вау, просто вот это счастье. Это излом. То есть, до этого просто жизнь такая пресненькая была, спокойная. И тут но точно так же они бывают и болезненные. Вот как у Иисуса. И этих изломов у нас в жизни будет много. Такова воля Божья. Мы будем потрясаемы Потрясаемы снова и снова. И чем больше мы уходим от этих потрясений и избегаем их, тем меньше у нас шансов войти в священство по чинулому СССР. Был момент у нас в жизни, я думаю, в жизни Школы Христа, когда, помните, такой период, когда вроде только все успокоилось и ты уже ждешь подвоха, сейчас что-то начнется, ну не может быть, что хорошо просто будет. Сейчас прилетит где-то. То есть настолько контрастно все было. Бам-бам-бам-бам. Это формирование. Как ее сформировать из прямой? Плавить, гнуть, ковать, бить. Вот видели, как эти вот... Ты ж, Рома, не плачь. Ты ж кузнец бывший. Ну, по крайней мере, приобщался к кузнечному делу. Как там, да, гнут прессом этим молотом. Брам-брам-брам. И потом смотришь, и с прямой появляется такая красивая завитушечка на забор. Веточка. Так и здесь. По доброй воле никто из нас не захочет. Ну, вот если... Да ну его. Ну его в бане. Тихонечко. Потечем. Как сегодня на служении будем? Тихонечко потечем. Так. Еще тихо. Ну, кто-то придет в магазин, чтобы не приткнулись, не услышали, что мы тут орем. Он идет. А тут начинается. Вы заметили, что вот если посмотреть на лицо бойцов, там ММА, бокс, ну любые вот где дерутся. Посмотреть на лица чемпионов, там шрамы, сломанные уши, там переломы, зубы уже вставленные большая часть. То есть они все равно пропускают, несмотря на то, что они побеждают. Не бывает, что чемпион такой холененькая, беленькая личика, ручки такие чистенькие и все. Нет, там по-любому разбивали. То же самое с войнами. Войны, которых вот я видел в видении, они в шрамах были. То есть они все в шрамах, потому что они тоже пропускали удары в своей жизни. Но именно это и сделало их сильнее. Я рассказывал, что как я, допустим, в американском футболе учился и учился, ну там надо было бить, там надо уметь бить. Это не просто ты побежал, ты можешь себя поломать об кого-то. И был момент, когда мы играли с севастопольцами, а севастопольцы такие ядреные были. С ними всегда больнее. Вот со всей России мы ездили с севастопольцами, у нас самые болезненные были их. Вот везде проще было. Россия, Украина. И вот с севастопольцами играю, и вдруг какой-то момент, и меня один бьет, и я, ну погас свет у меня ненадолго. И я раз, и так уже, ну лежу, встаю, думаю, хорошо так, слушай. И игра закончилась, видео мне, видео скиньте, я хочу посмотреть, как он это сделал. Я нахожу этот момент, и я изучаю, как он бьет так, чтобы выключать людей просто. Потому что я тоже же его бил в этот момент. И говорю, понял. И что я начал делать во все остальные разы? То, что делал он. Вот как мы и учимся. Пропуская удары, мы становимся сильнее на самом деле. Ну это если человек мудрый, конечно. Потому что нюня, он скажет, не мое, наверное, не мое призвание. Пойду в бильярд играть. А мне брало научиться, чтобы мне не страшно было и желательно не больно. Итак, каждое обстоятельство, потрясшее тебя, шокирующее тебя, или восторгом, или болью, формирует в тебе священство вечное. Когда мы, я верю, поймем, увидим, узнаем, что все наши приключения, и хорошие, и плохие, у них такая цель и смысл, почему любящим Бога все содействует ко благу. Все содействует, все. Вспомните ужасный какой-то момент последний в вашей жизни, неприятный, из последнего. Вот такой прямо аж неприятно вспоминать. Оскорбили, унизили, потерял что-то, сломалось что-то, случилось что-то, и это содействует ко благу. И не будь этого, возможно, где-то бы не было доформировано во мне это священство. Повторяю еще раз для, ну там, для Ютуба, речь не о звезде восьмиконечной. То есть мы не носим на себе этих звезд. Это образ показывающий, открывающий нам. То есть там, где все ровно, там нет священства. Священство, это все то же самое, что прошел Иисус, и мы пройдем. И победы, и поражения, и радость, и горесть, и все это будет. И верность, и посвящение, и предательство, и посрамление, все это мы проходим в своей жизни. И когда бьет очень сильно, знаете, что хороший угол взят. То есть вот прямо, вот здесь надо было вот так, видите, вот плохой тут угол у меня. Вот так вот, понимаете, надо, вот так было. Все, и вот Господь, может, хватит еще, еще, Рома, еще. Терпи, сын. Господи, не могу, сейчас слопну. Еще, давай. Давай, Дух Святой. Пфффф, зафиксировали. Все. Водичку его, и ты такой, пшшшшш. Шаббат, шалом, да, аллилуйя. Отрада, да, оттепель началась. И потом Господь говорит, ну что, сынок, продолжим? Господи, бей уже, бей, делай, что хочешь с нами. Бывает такой момент, когда ты уже говоришь, Господи, что хочешь делать? Мне уже все равно, вот все. Крест же это тоже пересечение. Я увидел, что вот эти вот пересечения, это кресты в нашей жизни, это переживание креста. Потому что крест в себе включает и триумф, и очень больное, и позорное что-то. Потому что без креста не было бы триумфа этого Иисуса, и победы. Но крест это неприятное место, чтобы там быть. Потому что Иисус висел, но голый, он висел голый перед всеми. Это не как рисуют в повязочках, никто там не висел приодет. В кино такое не снимешь. Обезображенные, голые, униженные, и над ним смеются. Ни за что. Но ради нас. Итак, еще несколько таких нюансов. Пересечение – это там, где мы ломаемся. То есть, вот я такой, я с характером, я личность. И в этих моментах моя личность меняется. Эти потрясения, хорошие или плохие, заставляют меня пересмотреть взгляды вообще. Характер свой, отношение свое. И к себе, и к окружающим, и вообще в целом к жизни. Мы теряем себя в этих пересечениях, того себя, старого, Юру. Не бывает пересечений, как правило. Как правило, почти все эти пересечения связаны с другими людьми. Мы пересекаемся с кем-то. И это заставляет нас или восторгаться, или лить слезы. Но именно эти, вот такие вот потрясения с другими меняют нас. Мы говорим, судьбоносное событие. Роковое, роковое событие. Событие, после которого все поменялось. Вот эти встречи и пересечения, формирующие в нас священство по чину Милхиседека. Мы меняем свой курс. То есть, я двигался, двигался, двигался. Понял. И моя жизнь потекла иначе. Не знаю, как у вас сейчас, я думаю, если бы вот с момента, как я покаялся, и до сегодня ничего не менялось, я бы вырос ужасным эгоистом и вообще злым, надменным павлином. Вот, просто если бы ничего вообще не было, никаких потрясений. Такое вот, нарцисс. И, смотрите. Итак, священство подчинуло Милхиседека. То есть, без наших падений, изломов и борьбы, я сейчас приду к одним вещам, которые я скажу, за которые нормальный христианин убьет меня. Вот он услышит, говорит, Кузьмина, убить пора уже за это. Но я говорю, воспринимите, попробуйте уловить это в духе Писания, а не по букве. Хотя и по букве, если захотеть, ну, у меня нет такой цели, знаете, доказать. Да я вам докажу сейчас по слову. Когда мне говорят, а докажи по слову, я говорю, иди гуляй, не собираюсь никому ничего. Не нравится, все, поставь пометочку, еретик, отписаться. Иногда люди пишут на ютубе, все, отписываюсь от вас. Ой-ой-ой. Аж страшно становится. Так вот, смотрите, без всех наших изломов, потрясений, побед, падений, без борьбы, что такое борьба? Борьба – это когда чаша весов качается от поражения к победе, от триумфа к позору. А если нет борьбы, я зритель в зале, у меня ни побед, ни поражений, ни триумфов, ни позоров. И толку нет никакого. Так вот, без всей этой борьбы не могла бы появиться невеста Христа. Это тоже связано с священством подчиненного Хиседека. Оставить человек отца и мать, прилепиться к жене своей, и будут двое-одноплоть, тайна сия, или мистерия, мистика, это велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Вот так. Сейчас к этому подойду. Священство подчиненного Хиседека начинается во временном и существует в вечном. Читайте вот евреям пятую, шестую, седьмую и дальше главы, там все о священстве подчиненного Хиседека, просто чтобы не зачитываться сейчас. Я думаю, что пора уже самим это все изучать. Итак, у меня был всегда такой вопрос, и я его и тут задавал, и мы обсуждали. Господи, почему бы просто в человеке не отключить функцию желания грешить? Ну, знаете, компьютерные программы же пишут, ты просто убираешь эту опцию. И все. Я в одну игру играл, и там команда на команду компьютерную, и в ней было такое, что ты можешь по своим стрелять. Ну, ты можешь убивать своих, если он тебе не понравился. И всякие там негодяи так делали. Так вот, потом в этой игре убрали эту, то есть ты стреляешь по своему, а ему ничего. Господи, ты же так же можешь сделать, чтобы мы друг другу зла не причиняли. Вот просто внутрь человек что-то там удалить или переключить, заблокировать, а он так не делает. Второе, а почему бы сатану просто не уничтожить и все? Ну, что ты, не может. Сатану и вот всех бесов. Вот взять вот так вот и нет. Тогда же не надо плевать сказать, нету больше сатаны, сказал. Столько от него проблем, столько от него вреда, столько от него каких-то вот неприятностей. А он этого не делает пока. Это же интересный вопрос, почему так? И вот ответы. Грех, вот это за то, что убьют в церкви, если ты скажешь. А я скажу, я это услышал, что грех – это печать свободы. То есть грех доказывает, что я свободен, как Бог. Если у меня просто удалена эта опция, это не свобода и не победа. Это значит, что я ограничен, то есть я не могу не послушаться. То есть грех – это подтверждение или печать свободы. И если бы мы не могли грешить, мы бы не были свободны и не могли стать невестой Христа. А что теперь грешить? Никак. Мы и так нормально нагрешились уже. Более того, грех – это причина явления благодати, милости и любви. Если бы человек не грешил, не нужна бы ему была ни милость, ни благодать и ни любовь Божья. Я бы был ровненький, вот павлин. Другой вопрос. А закон для чего был дан? Вот закон Моисея, которым познается грех. Закон, по которому написано «никто, никто не может быть праведным». Но кто его исполнит, будет праведен по закону, но никто не может. Написано, что закон всех заключил под грехом. То есть мы не можем отречься от закона, его Бог дал. Но что делает закон? Закон показывает, что мы не можем без него. Я как-то такой вот с Богом был диалог, и он сказал, знаешь что, если бы не было закона, и вот у человека все хорошо и без закона, то человек бы все равно попробовал, да я, в принципе, и без Бога могу быть счастливым. Все равно бы человек пошел пробовать без Бога жить, потому что он свободен. А закон просто показывает нам, что мы без Христа не можем. Мы зависим от благодати. Если ты можешь, Бог говорит, если ты можешь жить по закону и не грешить, все, ты утер мне нос. Я тебе не нужен. Ты как я. Полностью. И мы начинаем, пробуем. Так, нормально. Мы вот с братьями говорили, там одна тема у меня лежит, пока еще не выкладываю ее. Придет время. Мы говорили на тему, что друг другу там начинаем, мы когда изыскивать, на всякая неправда есть грех, всякая неправда есть грех, всякое, всякое. И Давид говорит, кто смотрит погрешности свои? Я могу начать искать соринки, да, соринки. А я говорю, слушайте, так получается, смотреть фильмы в интернете, скачанные, ну, пиратские, с торрента, грех, это ж украденное. Музыку ВКонтакте слушать, грех, потому что она украденная вся. Потому что за все надо платить. Я даже не знал, что чтобы фильм посмотреть в интернете, надо платить. Пусть 20 рублей, 15, но надо. И я когда ищу эти фильмы, знаете, вот когда, как положено, хочу посмотреть там «Властелина колец». Я захожу там, и он говорит, 20 рублей. Говорит, да идите вы 20 рублей, сейчас найду. О, бесплатно. А это уже воровство. Потому что это по закону ты должен заплатить, чтобы посмотреть кино. И если вот в этих мелочах начать друг друга, столько найдет, целый ворох. И в итоге все равно на чем-то спалимся по закону. И в итоге приползаешь к Богу, говорит, Господи, не могу быть так. Без благодати нам с колен не встать. Вот так вот. Поэтому именно любовь Бога раскрылась на 100% из-за нашего греха. Представляете? Где еще этой любви проявиться? Где еще милости проявиться? Почему написано, кому много прощено, тот много любит? Вот почему. Так а что, теперь грешить? Нет. Нет. Мы умерли для греха. Но если согрешаем, мы бежим к первосвященнику нашему. Вы заметили, что если бы не наши, вот большинство всех неприятностей в жизни мы сами себе создаем. Своими делами. Небеса ж над однопали ведьмы ночью. Стащили трусы, да, с меня. Ведьмы ночью прилетели. Две держали, да, за руки, две за ноги. Мы сами себе создаем проблемы. Из-за чего? Грешим. Грешим. Кто так, кто иначе. Словом там иногда. Открываешь рот и открываешь двери в свою жизнь. Смотришь на Бог, завидуем. И прочие-прочие грехи. Но с другой стороны, без этих потрясений мы бы и Бога не познали. Милующего, любящего, спасающего. Бога благодати. И когда мы переживаем Его любовь в моменты, когда заслуживаем по закону смерти, это меняет нас. Наша жизнь меняется. И когда мне прощает Бог мои грехи, я начинаю прощать другим, кто против меня грешит. Вот так это работает. Это тоже тайна. Но поймите, если бы, вот смотрите, я вспоминаю нашу дочку. У нас у Вики была одна проблема со здоровьем. Вот недавно мы говорили. И нужна была операция. Маленький ребенок нужна операция. Ну, хирургическая, сложная. И вот мы смотрим с Галей на свою дочку, которая там лежит, ну, ее готовят к операции. И я, как отец, если бы я мог, я бы себя отдал бы. Я бы свои бы органы отдал и лег бы вместо нее. Но я не могу. Так неужели Господь меньше нас любит? И просто не выключает в нас желание грешить и не уничтожает дьявола? Если это... То есть, если я люблю дочку, я готов на все был ради нее. Но ей пришлось это пройти. То Бог любит больше нас, чем мы, своих детей. И если Он не выключает, значит, так надо. Значит, так лучше. Значит, не пройдим мы это, мы никогда не станем священством. И много чего не поймем вообще в этой жизни. И войдем в вечность, как головня, спасенная из огня, пустышки. Вот почему, да, Бог просто не отключит нас от хотения греха и не уничтожит сатану. Вот почему Ишуа стал священником по чину Мелхиседека через страдания. И таким образом искупил нас. Вот такое вот было видение, что вот эти все наши злоключения и приключения хорошие, странные, плохие. В любом случае, если человек любит Бога и призванным содействует ко благу и формирует в нас священство по чину Мелхиседека. Отец, слава тебе за то, что приоткрываешь эту завесу, приоткрываешь нам тайну своего вечного замысла. И то, что в конце будет, не один священник подчинул Мелхиседека, но Ишуа и невеста, как одно тело, как одно целое. Священство подчинул Мелхиседека вечное, бесконечное в служении тебе. То, для чего ты сотворил нас, то, для чего ты дал нам Дух свой святой вдохнул в нас. То, для чего лилась эта драгоценная кровь, незаслуженные эти страдания, которые ты взял вместо нас на себя, искупитель. Ты поистине достоин славы, а мы заложники твоей благодати, нам никогда не расплатиться с тобой, нам никогда не воздать тебе полностью, чтобы сказать, больше я тебе ничего не должен. Мы будем вовеки должны твоей любви, мы просто в заложниках у тебя, и мы счастливы об этом. Мы благодарим тебя за то, что, несмотря на то, что умножился грех, стала преизобиловать благодать. Несмотря на то, что где-то мы падаем, где-то мы совершаем ошибки, ты все еще продолжаешь с нами работать. И с каждым разом мы видим усиление твоей динами с нас, усиление твоей славы, усиление твоего характера, твоего духа. Так что врагу все сложнее подобраться к нам. Мы благодарим тебя за все, Господь, за все. Ибо ты сказал, за все благодарите, ибо такова есть воля Божья о вас. Верим, что воля твоя приведет нас в твой небесный Иерусалим, который так же, как невеста, украшенный для жениха. И мы войдем в этот город через эти жемчужные ворота, как победители. Ты достойный, Ишуа, славы за все, что ты совершил, за искупление вечное. Ты священник навеки по чину Мелхиседека. Слава тебе, наш Господин. Слава тебе, мы любим тебя, и мы поклоняемся тебе. Мы благодарим тебя, Господь. Благодарим тебя. Благодарим тебя за твою волю добрую, угодную и совершенную о нас. Вверяемся в этот поток, в это движение, чтобы следующие годы нашей жизни проходили более разумно, более интенсивно, более осознанно, в том, для чего мы находимся здесь, на этой земле. Ты усовершился и стал для всех нас виновником спасения вечного. Есть такое желание, сейчас нету здесь тела и крови, но давайте в духе сделаем это причастие, просто верой возьмем тело и кровь. Ишуа, ты священник подчинул Мелхиседека, и твое тело и кровь – это подтверждение, это эти символы и печати нашего искупления. И сегодня мы принимаем твое тело, мы принимаем твою кровь, мы принимаем тебя. Ты вошел в само небо со своей кровью, единожды принесенной, которой достаточно, не с кровью козлов и тельцов, которая не могла сделать совершенными людей, но ты вошел со своей кровью и сделал нас совершенными. И мы принимаем твое тело и кровь снова, и смерть твою возвещаем. Спасибо тебе за крест, за этот великий перелом, за все, что ты совершил там, претерпел, выдержал, вынес и победил. Мы любим тебя, Ишуа. Мы благословляем твое святое имя. Иудхэйвавхэйшуа. Слава Тебе. Делай, что Ты хочешь. Да будет воля Твоя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Поэтому, как я верю, что священство по чину Милхисадека это тоже часть вечного Божьего замысла. То есть для чего нужно было все сотворить, для чего нужно было дерево познания добра и зла, почему бы его не убрать, не было тогда той невесты. Было бы поколение мажоров-эгоистов, не знающих боли, войны, борьбы. А наш Господь Саваоф. Его имя Вечное Саваоф. И когда мы говорим о Вечном Божьем замысле, я вчера сидел, я не мог, но меня это распирало. Как? Что значит Вечный? Это значит, всегда этого желал Господь. Всегда. Всегда. А сколько Бог существует? Он Вечный. И Он всегда желал того, во что мы сегодня все помещены. А этот век, время, время написано лукаво. Дни лукавы. Время, наверное, лукаво. Оно нас суетой отвлекает. Даже это ерунда, это жизнь. Как-то выжить, покрутиться, как-то что-то тут урвать, получить. И человек просто... Дьяволу и не надо, чтобы ты еще что-то делал. Просто живи в суете. Живи в суете и живи спокойно. И ты промажешь и придешь в вечность. Может, даже спасенный будешь по милости. Но в пустоте, с нулем. А в этом-то и суть награда. За что будет? Хорошо было бы сейчас нам всем... Закрыли глаза. Раз, два, три. Телепортируемся на небеса. И вот мы стоим и видим все, как есть. И что кого ждет. И возвращаемся и говорим, класс, ну я теперь готов и голову отдать вообще на отсечение за это. Это было бы уже не вера. В чем суть веры? Что мы... Написано, вы его не видя, любите. Мы поем... И на нас некоторые смотрят. Ну, поговорите с мирскими людьми. Они говорят, ну, это такой, это вид такого у вас, как сказать. Ну, вот кто-то в волкашку идет, кто-то в церковь. Ну, кто, говорит, проблем спасается. То есть, для них мы... Ну, а где Бог? Ну, где Бог? Он же не... Говорите, Иисус ты здесь одел, я его не вижу. А мы как... Почему мы верим? А вера есть осуществление, ожидаемое. Вот за что будет награда. Поэтому, когда первых христиан их убивали, Римская империя сломалась об них. Как? Как? Из-за чего вы готовы с детьми идти на смерть? Из-за чего? Где это? Что вам это дает? Это вера. Поэтому они сидят выше всех, кто вот именно за имя Христа умирал. Вот так вот. Аминь. Что? По священству почину Нухисадека? Что, кто-то хотел что-то добавить? Рома, ты что-то, да, хотел? Ну, вообще, вот евреям советую перечитывать регулярно. Причем все, его можно сесть и проглотить быстро. Там вот сейчас актуально эти вещи все открываются. Почему он стал почину Нухисадека? Почему это было так важно, так нужно? С переменой священства нужна и перемена закона. И что Бог сказал? Вот закон новый. Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу. Вот закон, под которым мы живем. Он открывается лично человеку. И будут все знать меня. Я не могу сказать, что человек не может сострадать нам, но который подобно нам искушен был во всем, кроме греха. То есть вот этот момент, что, как вот, ну, где-то вот то, о чем ты говорил, что мы проходим испытания, то есть, ну, как, ну, мы, как бы, меру его сострадания, да? То есть это, это дополняет, и это, как бы, формирует священство, чтобы мы могли сострадать, чтобы, как Павел писал, мы служили, там, тем утешением, которым Бог утешает нас, да, допустим. Когда люди встречаемся, и мы проходили вещи, мы можем не просто, там, как бы, там, сухую теологию подрывать, но мы прожили, и мы это выносим, потому что, ну, как бы, Христос в нас огранились, скажем так, вот этими вещами, ну, потому что мы, как бы, за Него эти вещи проходили, за Него. Ну, вот это, понимаете. И еще, я тоже размышлял, по чину Милхи Садека, да? Милхи, то есть, священник по чину царя праведности, то есть, как бы, царственное священство, вот, о котором уже говорили уже Петр, и так далее. То есть, вот этот момент, что царственное свещество, то есть, важный элемент, который, и помнишь, ты как-то про, поведал, там, о Иезавеле, да, что, ну, именно царский, как бы, чин был, который, ну, не Иуй, он был, там, ну, то есть, на царство, там, помазал. То есть, как бы, власть против Иезавели имеет, именно, царская власть. Царская, да. То есть, священство Милхи Садека, именно оно против Иезавели может выступать. Ну, и оно, как бы, связано с основанием, да, апостольским, пророческим. Тоже, недавно смотрел, там, одного православного брата, не знаю, Ткачёвого, и мне понравилось просто, он, ну, то есть, что возвращается, именно, вот, понимание священства туда, потому, что, как бы, в православии, оно, вообще, как бы, ну, как бы, как бы, как бы, все, что он, так, за деньги, как бы, так, формально. А тут он вникает, как бы, он, реально, в жизнь человека вникает, там, то есть, на благословение, там, девочках, там, не знаю, на семейные темы, чтобы их, там, отвечали. А он мне, так, конкретно говорит, что благословлять вас на эти вещи должны люди, которые вас знают, которые знают нашу жизнь, тебя, ну, то есть, ну, так, чтобы, там, просто, там, нас благословили, до свидания. То есть, в этом суть священства тоже имеется. То есть, ты вникаешь, как бы, то есть, ну, не просто формально делаешь. Ну, как он сказал, мы имеем такого первосвященника, который может сострадать нам. Да, но ты вникаешь как-нибудь, то есть, ты сердце прилагаешь в этом. Слушайте, сейчас вспомнил, я смотрю, вот почему, как бы, не выключается вот это в нас личностность, и мы не стали такие покорные, послушные Господу. Смотрю, но я иногда, мы вместе смотрим, люди покупают эти гаражи, заброшенные в Америке, и открывают, ну, и показывают, что досталось там, как такой аукцион. И, в один раз попалась женщина. Они думали, гроб какой-то, коробка открывает, там лежит голая женщина. Ну, кукла. Но это не такие же вот надувные, знаете. Она, ну, да, для интимных, но она вся, они, ну, показывают, силиконовая, там, лицо человеческое, волосы. То есть, она полностью, как копия человека, она гнутся руки, там, у нее ноги, то есть, в любое положение. И они, они, все, как настоящее. И, ну, они сами в шоке были. Оно стоит, во-первых, тысячи долларов. И я понимаю, что не такая невеста нужна. Что с ней? Она удобная, она там не будет мозги делать, там, ничего. Она может там даже говорить, что там может. Знаете, что даже можно? Они говорят, головы можно менять. Можно новую голову купить. То есть, надоело это лицо. Купил новую голову, вот у тебя новая жена. И неужели, и вот, я точно скажу, что такая невеста Христу не нужна. Да, да, потому что живой человек, он говорит, не хочу. А вот так вот. Волосы по мой пойти. Не буду. Ну, то есть, живой человек, с ним сложнее. Вот почему невеста Христа подстать ему будет. Не просто кукла, которая выполняет все, что, слушаю, и повинуюсь. Делает все, что... Нет, он же нашу волю не ломает. Ну, неужели нельзя было... Ну, я думаю, что вот за некоторых... Вот, Господи, пошли к какому-нибудь ангелу, пусть моргл набьет ему. Слышишь, какой-то ангел взял, бам, настучал, понял. Еще раз. И потом... Нет. Характер. Выбор. Добро-охотно. Добро-охотно дающего людям. То есть, то, что нравится Богу. Когда я в моменты испытаний выбираю, не потому что, я боюсь, меня ангел побьет опять, придет ночью. Или там я умру сейчас. Нет. Я люблю моего Господа. Вот почему я это делаю. И это то, что начальство и власти не могут вместить и помочь. Их это рубит. Ну, вот так вот, братья и сестры. Вообще, если эти вещи, это какие-то инструменты. Что бы не грех, это какие-то инструменты. А как ты вообще можешь накачаться, да, если ты весна, по сути? Как ты научишься, станешь сильным, если ты не научишься противостоять? Корпеть боль. Да. Как ты станешь сильным? Да никак не станешь сильным. Я когда просто, когда у меня проблема с тобой была, я просто знал об этом вопросе, говорю, вот, а почему вот, ну, как бы, там, ну, как бы, там, ну, инвалидов, ну, как бы, бедный, там. Ну, он мне вот такой вопрос, когда говорит, ну, хорошо, сейчас будут все богаты, достаточные, все здоровые, и что? Говорит, как ты сам себя узнаешь? Какое сердце, какое у тебя сердце, сострадатель, там, милующее, может ли оно кому-то сострадать, помочь, там, понести кого-то, сможешь ты, жертвенно ли, твой сердце? Как если я уберу это? Это все инструменты, это как, своего рода, как тестеры, вообще, на твоей жизни. Вот внутри, вот тебе, Евангелие, вообще, Христос, и сопоставление с миром, и вообще, ну, с твоим характером, то есть жизнь. Ну, что, ну, меняешься, или ты формируешься, или ты в этот образ, вообще? Или ты все-таки, ну, как бы, вот тут у меня, я, это же эгоизм, вообще. Мы эгоисты, ну, из рождения. Мне, да, я, вот, вот это вот и все. А чтобы, ну, на небе быть выше, да, он говорит, стань всем слугой, вообще. Если я, Господь, пришел во многих, вы, 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 делайте то же самое. Это не то, что мы, 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 ноги, мы, ну, даже если и надо, мы, ноги, по-моему. Знаешь, иногда, иногда, вот так, на себя замечаю в себе, вот кто-то делится, ну, и помолитесь, вот ситуацию описывает, ну, тяжелая ситуация, допустим, в жизни. И я сейчас смотрю, а что мне все равно, как-то? И потом, ну, а если тебя такое коснется, сердце на месте к мне было. И я понимаю, сколько еще работает с нами, Господу, чтобы научиться хотя бы сострадать другим, чтобы тебе не все равно было, чтобы ты хотя бы немножко мог боль почувствовать, когда человек сейчас переживает, и помолиться уже, не просто так, молиться, знаешь, там, или вообще ничего не делать. Представь, слово, да, говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что Он дал Сына Своего Дева. Вот если даже заглянуть туда, какая-то глубина, вот о чем ты говоришь, представляешь? Вот мы как бы, да, а Он сопоставляет, а Он так за каждого сострадает, что Он отдал Сына. Ты, говорит, ты, Баргал, не, Он вообще тут состояние сердца самого, представляешь, как Он любит вообще. Какой Он, ты говоришь, я прочитал, а Он ко всем нам приходит. Я так ехал, потому что не задумался, как Он, Господи, ну это же, это, иметь сердце твое, это же разынув мозг. Представляешь, вот ты вляпываешься в, там, ну как я понимаю, допустим, он вляпался в лужу, там, с грязью, или еще хуже, с дерьмом, и лежишь там. И Он туда спускается, хоть пачкается. С ритом. Да, чтоб тебя оттуда вытащить. Он не просто говорит, ну вылези, я потом тебе помогу. Сам уже как-то. То есть, Он не боится запачкаться даже, чтобы помочь. Потому что на некоторых, да и из-за себя могу сказать, из-за некоторых смотришь, имя Божье хулится из-за них, из-за нас. Из-за того, что мы иногда чудим верующие, имя Божье хулится. То есть, Он даже на это готов идти, что Его будут хулить, чтобы помочь, спасти, вытащить, а Бог с ним продолжает работать. То есть, Он его не убил, не остановил его жизнь. Интересно, да, вот когда Авраама, ну, Фисадей первый раз встретил, Авраам пошел Лоту помогать. Победил царей. Да, интересно. Что, ну, как бы у Авраама все нормально, а у Лот, он такой, да, как бы проблемный был. И в Содоме, да, и у Авраама было нормально, да. И Авраам все-таки решился, да. Захватили Лота там. Он-то и знал, что Господь сжигается. Но он все равно пошел, помог Лоту, да, добычу взял и он сюда пришел. Я тоже вчера думал, у меня пришло как утешение, у всех, кто утешит их. Да, вот. И там написано, утешает нас во всякой скорби нашей. И вот действительно, вот эти вот перелома, надлома, да, когда ты, да, вот оказываешься в этом, и Бог утешает тебя, для чего, там, так интересно, чтобы ты мог потом, ну, цель, да, стать, ну, не просто как бы пережил и, ой, все, я не вспоминать это не буду. Нет, а потом, оказывается, ну, стать кем-то, да, стать тем, кто может другого, ну, утешить. То есть, да, кто-то, наверное, попал в то же самое, слушай, я там уже был, это не конец, то есть, есть. Там интересно, в этом послании Павел дальше пишет, что-то там про скорбь, про утешение, а потом он пишет, что я не хочу вас оставить в неведении, чтобы вы были в такой скорби, чтобы вы не надеялись на себя, чтобы надеяться на Бога, воскрешающего в нем. Вот это вот интересный момент, что вот в этих жизнях, все равно цель, да, входя в священство, мы будем узнавать Бога, который, ну, животворит, который воскрешает, который, вот, что-то действительно, мы, ну, не знаем, мы не можем, мы уповаем, да, мы как-то надеемся на него, и он, он все равно, его любовь будет, ну, как к нам, он будет все равно поднимать нас, оживлять нас, да. В общем, ничего, ничего не зря, даже, я говорю, вот, представь, флот был бы такой хороший, как Авраам, не было бы этой войны, не было бы встречи с Милкой Садетом, вот, даже здесь, как бы, цепочку прослеживающее, и это обращено все во благо. А у Авраама что, этот момент был? Тоже перелом, он шел в триумфе, замочили царей, там, сколько добычи тащили, он шел в таком подъеме. Ты тоже считаешь, что был с его стороны риск? Конечно. Риск, ровный. Со слухами, не с армией же пошел. Да, кого-то отставил, а кухон не синий. То есть, это что-то он на паре как-то, то есть, он определенную власть занял, как бы, можно сказать. Там, да, да, в регионе, да. То есть, ему вот этот царь, ну, царь, который над шаломом, да, он же, что-то, царь праведности. Сейчас помню, делом правды будет мирских, такое есть, да, то есть, это тоже связано, да, то есть, праведность и мир, ну, шалом. Надо же, да, вот, явно так сказать, это же как, знаешь, как Бог почтил Авраама через этого царя, да, то есть, что, если бы он не прошел бы это, Он бы, может быть, с ним не встретился. То есть, я представляю Авраам такой мирный такой, ну, как-то у него такой отец, да, такой дедушка. И тут накостыляли, то есть, взяли именно, ну, они что, реально мочили же людей, не говорили, отдайте, пожалуйста. То есть, там, убили, уничтожали. Я думаю, да, вот, прав, что, да, после этой победы Авраама там зауважали, представляешь, он со слугами пяти, пяти армии, как бы завалил. Конечно, там вокруг слава пошла. Еще и Мелхиседек туда, наверное, что его тоже там уважали, судя по всему. Вышел там, говорит, почтил его. Да, это тоже тайна. Тайна? Вообще, откуда он вышел? Кто это, да? Серьез пришел, он вообще. Просто физическое, физическое. Да, хлеб на минуту. Ой, Ишуа. Ну что, аминь. Слава Богу. Слава Богу.